Даже дочь против, Иванка Трамп, доверенное лицо и официальный советник президента США, не поддержала идею отца вооружить американских учителей. Что ее смутило и кто лоббирует эту идею, знает Дмитрий Анопченко. Плохого парня с пистолетом может остановить только хороший парень с пистолетом. Этот лозунг стал частью официальной политики Американской стрелковой ассоциации, одной из самых влиятельных в стране организаций. Попытки вооружить учителей она предпринимает уже 6 лет после расстрела в школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012. С того времени власти уже 9 штатов приняли законы, разрешающие учителям старших классов брать с собой на уроки ствол. Но на уровне страны эту идею долгие годы витировал президент. Барак Обама был убежден, мол, ничего хорошего из этого не выйдет. Дашь оружие, значит и шансов на ошибку больше. Непонятно, кто и когда начнет стрелять. К этой идее настолько приучили общество, что сейчас оружейные предложения Дональда Трампа страна все выходные очень активно обсуждала. И дошло даже до того, что дочь президента, Иванка, решила не поддерживать отца. В интервью из Южной Кореи, где дочь президента болеет за олимпийцев, она говорила не только о спорте. Иванка ведь и сама мать трех детей. Неужели вы верите, что если вооружить учителей, дети будут в большей безопасности? Честно говоря, я не знаю. Очевидно, должны быть невероятно высокие требования к тем, кто сможет носить оружие в наших школах. Но, думаю, нет единственного правильного решения, которое бы обеспечила безопасность. И неуверенный тон, мол, идея сырая, надо обсуждать. И даже то, что это интервью в принципе состоялось, показатель конфликта в Белом доме. Предложение президента, как он сказал, дать оружие каждому пятому, и часть его команды, и даже семья восприняли в штыки. Однозначно за, разве что глава администрации Белого дома Джон Келли. Бравый вояка, бывший генерал и бывший министр внутренней безопасности, который, будучи на министерском посту, завинчивал гайки, реагируя на все угрозы и реальные, и теоретические. И в прессе говорят, что именно Келли якобы и посоветовал Дональду Трампу этот новый оружейный план, который расколол и без того разделенную страну. Ведь опросы социологов показывают, в оружейном вопросе Америка, как и во время выборов, снова делится. На север и юг, на бедных и богатых, на белых и темнокожих. Зажиточные белые штаты, где голосовали за Трампа, и наделить учителей оружием согласны. А другая половина страны против. Мне, конечно, жаль погибших, но нам теперь каждый день в школу ходить. И не думаю, что это правильно, что это обезопасит. Я не буду чувствовать себя защищеннее, если в школе будет оружие. Бороться с расстрелами невозможно, раздавая еще больше стволов. В итоге, по данным CNN, рейтинг Трампа опять просел. Сейчас его деятельность одобряют лишь 35% американцев. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.